Добрый день всем присутствующим и тем, кто подключится к нам с Фейсбука. Мы сегодня продолжим чтение книги Монитур. Те, кто выдержал с нами до сих пор, я думаю, продолжат оставаться с нами. Мы находимся сейчас в конце некоторой главы, которая говорит о смысле истории. Мы остановились в прошлый раз, немного обсудив эту тему, я не буду повторяться, о чем-то в точности говорилось. Но я попрошу сейчас, Андрея, поставьте нам начало того куска, с которым мы продолжим наше чтение. Так, вы знаете, я тремя иксами отмечаю место, на котором мы остановились. Это в этой главе назначение? В этой, в этой, да, в этой, в конце этой главы мы остановились. Ну, не доходя до сути времени, немножко выше. Ладно, может быть, это у меня отмечено, у вас нет. Секундочку, немножко выше еще тогда. Там в начале он говорит о том, что мы не будем разбирать... А, все, мы отложим сейчас обсуждение главы, рассказывающей... Да, 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 мы отложим сейчас. Вот. Хорошо. Значит, это интересно, мы сразу можем посмотреть в примечании и увидеть то, что пишет Гавриэла, то есть редактор этой книги, в примечании, что много раз, преподавая нам учения о родословиях, то есть Торато Тальдо, то, что Рабушкина называет, он говорил эту фразу более-менее, повторял, что в конце года он вернется к истории Александра Детского, но мы так не удостоились увидеть. То есть он так никогда и в этом курсе, так сказать, водном, который говорит о перешит, он так к этому, к этой истории и не вернулся. И тут он объясняет, на самом деле, почему. Наверное, все же, при всей ее сложности, даже если мы овладеем этим инструментом, о котором эти килибны, да, которые понятиями каббалистическими, чтобы как-то хотя бы приблизительно понять ее смысл, тем не менее это не является, мне кажется, это мое предположение, нет центром, не центральным местом в учении Мониту. Для него центральным является задача человека после начала седьмого дня, когда начинается уже время, которое мы отсчитываем, а не тот Адам, не тот человек, который мы видели, с которым мы столкнулись в Ганаде, в Садуиденском. То есть он пишет, мы отложим сейчас обсуждение главы, расскажем, что история Адама и Хавы в Садуиденском, историю греха и дерево познания добра и зла, очень всегда для всех она привлекательна. Мы пытаемся ее комментировать совершенно с разных углов зрения. Каждый философ оказан высказать свое мнение, что именно там происходило, что это за дерево, что символизирует это познание. Приложить это к нашей жизни, но, видимо, на самом деле, оно настолько сложно и неоднозначно, что он не хочет в это вникать. Так мне кажется. Но он объяснит еще почему. Это потому, что при первом прочтении часть рассказа «Зарю» представляется нам совершенно мифологически. То есть она действительно абсолютно неадекватна нашей жизни. Мы должны понять больше каббалистических понятий и глубоко осознать еврейское представление, прежде чем сможем понять эту часть еврейской истории, происходившую до появления человеческой истории. То есть то, что интересует меня не то человеческой истории, а не то, что было до них. И, как мы говорили, творение очень важно для него именно в тех моментах, которые имеют значение для человеческой истории. Если человеческая история призвана исправить недоделки, которые произошли во время творения, мы должны осознать, что недоделан. Но если вся эта история, в ней безусловно важная подчеркнута свобода воли творения, то мы должны понять, что свобода воли – это центральный момент для человека и в истории. Это как бы базовые вещи, которые мы должны выучить из истории творения. Для этого все это нам рассказывается. Но есть какие-то вещи, которые более глубокие, может быть, на каком-то уровне необходимы, но пока он их не хочет касаться, а хочет касаться времени, которое начинается с истории. До появления человеческой истории, той, которая знакома нам из окружающей нас реальности. Ощущение человека, читающего историю Садо-Эденского, впервые похоже на ощущение греческих философов, сталкивающихся с досократическими мифами Древней Греции. Они просто не поняли. Эти мифы, так же, как и история греческая, она говорит на совсем другом каком-то уровне, на другом языке. Сложность в том, что мы просто не способны воспринять своим сознанием человека сотворенного непосредственно творцом, а не рожденного женщину. Для человека, являющегося частью истории человечества, невозможно осознать до конца этот феномен. Феномен Адама, феномен первого человека, который не рожден женщиной, а создан непосредственно творцом. Мы воспринимаем Адама и Хаву как обычных людей, похожих на нас. Но такое восприятие далеко от истины. Адам и Хава не были рождены из Шрева, они были сотворены. Мы говорим здесь о существах, отличающихся по своей сути, от всех, кого мы знаем. Поэтому мы должны сказать, что человеческая история, та, которую мы знаем, начинается с Кавели и Эбели и их детей. Для первоначального понимания можно сказать, что история Адама и Хавы в саде Денского не происходит в рамках того времени, если для первоначального понимания, которое знакомо нам. Адам был сотворен в шестой день, помещен в саде Ден в шестой день, согрешил в шестой день, изгнан из сада в шестой день. Все это происходит не в рамках нашего времени. Согласно Митрошу, все это произошло в шестой день созидания, в то время как история человечества фактически начинается с вечера субботы Творца. Сначала он восемь седьмого дня. Его надо было с большой буквы, конечно. Понятие «сад эден» Что значит? Меня спрашивает. The co-host has asked you to start your video? На раз спрашивает, у тебя не видно. Если ты специально это делаешь, это раз. Но если ты не специально, включи видео. Одну секунду. А, видео меня не видно. Извините, это не специально. Мне никто ничего не сказал. Я как-то его выключила в начале и потом просто забыла. Спасибо. Я на себя не смотрю. Очень странно для женщин не глядеть на себя в зеркало, когда возможно. Тем более я специально сделала не зеркальный, может, поэт. Суббота и тварта с начала восемь седьмого дня. Понятие «сад эденский» и «сотворение женщины» из ребра Адама также не очень ясно. И дальше он будет шутить. Например, в истории «сотворения женщины» Тара описывает нам своего рода хирургическую операцию, которую мы не можем осознать и правильно понять. Разве что только тогда анестезия уже была интересна, поскольку сказано, что человек был усыплен перед операцией. Истинное понимание этого рассказа требует постижения глубоких танцоров, что невозможно на данном этапе обучения. Пару слов я хотела сказать вообще о том, как воспринимается нами история первого человека, а вообще о подходах комментаторов различных к этому вопросу. Есть два взгляда, два отношения у комментаторов. Одни считают, что надо воспринимать историю первого человека, потому что действительно реальный человек так именно и создан. И это вот история реально случившихся с первыми людьми, а другие предлагают понимать это метафорически исключительно. Вообще, в принципе, существует огромное разногласие, в особенности оно серьезно между комментаторами христианскими и еврейскими, как надо понимать различные истории. В каких случаях они рассказывают о реальных людях, а в каких случаях это метафора только. И это совершенно неоднозначно. Ну, во всяком случае, побольше, побольше, большинству мнений еврейских комментаторов, начиная с Ноха, в основном нам Тара говорит о реальных персонажах. А то, что было до Ноха, мы еще можем воспринять как метафор. Однако, по этому поводу тоже есть разногласия у еврейских комментаторов. И это, видимо, не случайно в отношении особенно Адама, поскольку он буквально находится на границе того, что наше время, нашей реальной истории, и шести дней творения, которые нам непостижимы, которые мы никогда не видели, в которых происходили процессы, которых мы не можем себе вообразить, и которые вне рамках нашего возможности вообще их вообразить, а только как-то метафорически их понять. Поэтому в Медрошах, например, есть много упоминаний о каких-то необыкновенных совершенно свойствах первого Адама, что он простирался от одного конца света или от другого, и какой-то мощи, высоты. И вообще Адам Кадмон, это понятие самое глубокое, одно из самых глубоких понятий в Кабале, оно тоже как бы это не совсем не то же самое, что Адам Решон, конечно, но все равно это намекает на некоторую связь между самыми, так сказать, высокими сферами Кабалы и тем человеком, который являлся воплощением в шестой день творения. Он стоит на границе. Адам, как бы он часть своей жизни прожил в каком-то метафорическом мире, вот то, что мы просто видим в Таре, а последующую часть, он функционирует как нормальный человек, Адам. Человек вроде нас, рождает, навел, подечествует и так далее. Поэтому, видимо, это, видимо, и порождает в иудаизме два различных подхода. Один подход считает, что это чисто метафорическая история, что нельзя ее абсолютно понимать буквально, вообще история Адама, а другие говорят, что нет, надо понимать это и буквально тоже, во всяком случае. И я думаю, что нельзя, мне кажется, что полностью отрешиться от буквального понимания тоже невозможно. Так, когда мы говорим, например, Муниту, он говорит о отношениях между людьми, то, что называется Мишпат-Ахава, уравнение братства. Это, как мы говорили, одно из центральных моментов в его учении. И это братство, к которому человечество должно прийти, это цель творения вообще, ну, не конечная цель творения, но, во всяком случае, то место, к которому мы стремимся дойти сегодня, на месте, на которое мы должны оправдать свое существование, встретиться с творцом, оправдать тем, чтобы найти это уравнение братства, понять, как правильно взаимодействовать человеку с человеком. И это составляет, как бы, несколько уровней. Это уравнение братства, в частности, включает отношения между мужчиной и женщиной. Манитул, в частности, приводит пример, да, он, секунду, пропустил и одно логическое связь, отношения между мужчиной и женщиной, и это основывается на отношениях между человеком и богом. Это как бы некоторые общие схемы, в которые укладываются, должны укладываться отношения, в принципе. И мы уже когда-то говорили, что проблемы религий различных заключаются в том, что у них искривлено представление об отношении между человеком и богом в одну или в другую сторону. И не только в других религиях, в иудаизме тоже это можно себе представить, что случается. Если у человека искривлено представление об отношении между человеком и богом, он не может надать нормальные отношения своими близкими, можно Можно наладить отношения между мужчиной и женщиной правильно. Чему это говорю? Что вот эта вот схема, которая строит Маниту, в рамках этой схемы он утверждает, что не было неправильного диалога между человеком и Богом в тот момент. И это выражалось в том, что не было диалога между Адамом и Хавой, настоящая диалога, и что потом вылилось в том, что не было правильного диалога между Кайном и Хевелем, их детьми. То есть при таком подходе нам трудно вообразить Адама как метафору отношений. Человеку важно иногда увидеть персонажа вторые, людей, с которыми он может себя отождествить и понять на их примере важность, например, диалога. В этом смысле полностью отвергать представление о том, что Адам был в том числе и человеком вроде нас, то его тоже, мне кажется, трудно, хотя Маниту здесь говорит о том, что в принципе для него самое главное и основное является метафорическое понимание, каббалистическое понимание значения того, что происходит с Адамом до изгнания Исана. Мы дошли до сути времени, да? Поэтому, когда мы переходим к следующему, тут дальше будет интересный, мне кажется, такой пример, который мне тут приводят. Интересный вопрос. Когда человек съел дерево познания добра и зла, он попал под власть времени. На самом деле, вот тут есть некоторое смещение или совмещение точек на линии времени. Как бы мы говорим, что история наша, до этого говорили, начинается с седьмого дня творения, то есть с вечера субботы, когда Бог прекратил свою работу, отстранился от участия прямого в нашем мире и скрыл себя, и началась человеческая история. Здесь он говорит, когда человек съел, от дерева познания добра и зла. На самом деле, по-видимому, монитор считает, что они так или иначе более-менее совпадают. Кто их совместил? Почему случилось именно так? Я не знаю. Цель времени, но возникает время, наше время, не то время, которое было в саду Иденском. Начиная с седьмого дня, начинается наше время. Цель времени пригласить и призвать человека воспользоваться возможностью, стать тем, кем он должен быть, совершенным человеком. Пока человек не использовал потенциал, заключенный в нем, не реализовал его, процесс все еще продолжает. Поэтому творец скрывается до конца истории, постоянно наблюдая за миром в ожидании момента, когда процесс закончен. И дальше будет интересное описание этого процесса. Действительно, как мы немножко уже говорили, или много говорили о том, как это видится в Маниту, но вот тут он описывает это, связываясь с факельной эстафетой. Историю можно сравнить с факельной эстафетой. На стартовой линии находится Адам, и он сначала передает факел своему сыну, Гекелю, который убит еще до того, как мог передать его далее. Затем факел получает Шет, третий сын, передает его своему сыну Эношу, и так далее до Ноха. Нох передает его Шему, тот Эвер, и далее это переходит к Аврааму, Ицхаку, Якову, до народа сновей Израиля. Факел продолжает передаваться по ходу человеческой истории с поколения в поколение, пока посланцы не приблизятся к финишной черте, последним дням, грядущим днём. А в конце находится последний бегун, факельная эстафетка, это Мессия. Намек на это есть в имени самого Адама, который может читаться как Адам, как аббревиатура от слов Адам, Давид, Мессия. То есть развитие от Адама к Мессии. Если проверять достижения бегунов во время самого забега, то расчёт может показать их неудачу. Мы не знаем в середине, мы успешно бежали или нет. Поэтому полные результаты будут известны только в конце. Однако важно отметить, что в конце этой гонки всё человечество встретится с экзаменатором. И поэтому только тогда оно сможет узнать, успешно ли прошло это испытание. Тут он ещё делает некоторый критический экскурс в сторону евреев в сердечных уголовках. И объясняет в некотором смысле их позицию, их ощущения. Второобразно употребляет историю помолвки. Особенность отношений между помолвленными, это в большей степени относится к женщине, в том, что с одной стороны они с нетерпением ожидают конца времени обручения, а с другой стороны также опасаются их. Это время пробы и проверки. Помолвленные ждут, когда срок их обручения подойдёт к концу, так как помолвка не имеет никакого смысла, если они кончаются браком. Вместе с тем они беспокоятся, потому что не очень уверены, действительно ли готовы взять на себя ответственность за брак. Эта проблема стала перед поколением пустыни. Они тоже не уверены были, что они так уж хотят начинать свободную жизнь в земле Израиля, брать на себя полную ответственность за себя. В то время как в пустыне они жили под облаками славы, под полным управлением Всевышнего, всё было не на их ответственность. И она же стоит перед евреями диаспори сегодня. Некоторые евреи находятся в состоянии вечной помолвки с Иерусалимом, но на расстоянии. Это страстная помолвка, но они боятся брака. А помолвка в 2000 лет слишком длинна. То есть мы всё время находились в каком-то состоянии таком. С одной стороны мы стремились в землю Израиля, а с другой стороны мы боялись снова взять на себя эту ответственность. Невеста хочет, чтобы встреча произошла, но глубоко внутри себя она боится изменений в привычной ситуации и надеется, что встреча отложится. До какого времени? Главное не сегодня, в следующем году в Иерусалиме. Соответственно, это интересное замечание здесь сейчас будет в середине. Оно имеет отношение, конечно, ко всему, о чём мы говорим, но немножко опосредственное, просто стоит взять это для себя на заметку. В соответствии с рассказываемом Писании, есть три пути установления связи между человеком и Всевышним. Через историю. Это время, время, о котором мы говорим. При этом второй путь, это как бы не всегда то же самое. Через этот мир, то есть через природу, место, где осуществляется связь. То есть с одной стороны, мы получили этот мир с его законами, в котором мы живём и в котором мы работаем, а с другой стороны, это всё развивается во времени. Это разные параметры, как бы. А кроме того, и это для маниту, как мы видели, очень-очень важно, через героев, развертывающие сюжеты, которые разворачиваются. То есть через людей. То есть люди, которые нам приводят Писание, они чрезвычайно важны. Они являются вот этими бегунами с паперами, они являются носителями идеи продвижения человечества к совершенству. Изменения личности, изменения идентичности, которые происходят в процессе истории. в приближении к Мессии, в приближении к тому времени, когда человечество произведёт вот эту новую идентичность, соответствующую, как мы говорили, мишпатагала, то есть уравнению братств. Эти пути в Сефир и Цера называются «Мир, год и душа». Это так, для тех, кто знаком с книгой Цера. Полный маршрут предопределён, туда, куда мы должны добраться, а также его длина, начало и конец. Тем не менее, на маршруте забега установлено несколько точек встречи Творца с человеком. Если человек удостоится реализовать свою моральную миссию ранее установленному соку, он может встретить своего Творца в одной из этих точек. В противном случае продолжается доустановлено заранее конца по принципу «Бейто ахищенет» наяврите звучит. Если заслужит им риску, если будет заслуга у человечества, то оно может кончиться раньше, то тогда я ускорю это. Если не заслужит вы, то назначен вы. Так устроена история. Это то, что нам говорит традиция, это то, на что здесь ссылается Равушкин Азин. Каждый человек в отдельности, народ Израиля в целом, выбирает, участвует ли ему в этой заставите в качестве бегуна, который честно и оперативно передаёт факел, или плутовать в своей работе. Всё задано изначально, но скрыто и проясняется ретроспективно. Чтобы человек мог удостоиться, чтобы человек мог удостоиться, реализовав свой выбор, он должен, знал бы прикуп, который объедил в Сочи. Он не знает, что результатов в середине забега. Ему может казаться, что всё очень замечательно. И всё прекрасно. Бог его поддерживает. Я часто в этой связи вспоминаю, есть в книге судей такой персонаж, Миха, который сделал сложную историю в начале, тоже замешанное какое-то преступление, воровство, неважно. Но он в виде искупления на какие-то там деньги сделал идола, маску, и сделал Бог такой дом служения идолу у себя в доме. и поставил своего сына, по-моему, священником в этом доме. И тут неожиданно к нему в дом заглянул левит какой-то путешествующий, странствующий. И он его оставил у себя в дом и поставил его на должность священника. И он говорит там, вот смотрите, вот это знак с небес, ну я утрирую немножко, неправильно, не точно передаю писание, ну это знак с небес, что Бог говорит моим делам, он специально мне послал левита, чтобы он мог служить в храме. Так человек иногда заблуждается в оценке того, что хорошо и что плохо. Ему кажется, что выбрал правильный путь, а на самом деле он ошибается. если он выбрал первый путь, он заслужил то, что получил, и дар больше не является бесплатным. Это то, что мы говорили. Вначале Бог дает человеку все бесплатно, авансом. Ты должен это заслужить. В процессе того, что ты действительно это заслужил, ты становишься партнером Всевышнего, человечество становится в конечном итоге партнером. Если же он выбрал другой путь, он потерял свой дар. Это верно не только для самой жизни, которую мы получаем, дары, которые мы должны заслужить, поступая морально и по-братски относясь к ближнему. Земля Израиля также была дана народу Израиля, как дан. И мы снова и снова должны подтверждать свое право на нее через нравственное поведение и братство в отношении к другому. Кем бы он ни был, это на самом деле очень важный момент и отношение к другому. как я уже говорила в современной философии и в парижской школе оно одно из центральных моментов этой философии. Но в данном случае я считаю, что очень важное замечание кем бы он ни был. Поэтому как бы здесь не имеется в виду непосредственно близкие люди или непосредственно наши союзники, но иногда и наши благи. то есть не то, что мы должны к ним быть чрезмерно милостивы, но моральное отношение является правильным сочетанием меры суда и милости в отношении к врагам тоже. И это один из очень важных испытаний, одно из очень важных испытаний, которые проходит народ. На самом деле, чтобы например, мне кажется, сегодня, когда мы пытаемся заслужить землю Израиля в очередной раз. Если мы заслужим земля Израиля и весь мир наш, этот мир сразу станет грядущим миром. Если мы не заслужим, то проиграем, и мы будем вынуждены участвовать в следующем раунде. И вот сейчас еще раз повторится, Равркин отдают себе учет, что вся история устроена в таких последовательных раундах. Мы пытаемся, дойдя до определенной точки, которая установлена заранее, у нас есть встреча с творцом, заслужить этот мир. И каждый раз происходит неудача, неполная удача, скажем так. Широта сердца творца позволяет людям повторять одни и те же ошибки снова и снова, пока они не научатся на них и не поймут и не исправятся. Мы должны помнить, что хотя это не всегда заметно, творец всегда на нашей стороне, в каждый мир. Это на самом деле как бы со мной вся эта картина, которая немного горькая такая, что каждый раз мы делаем очередную попытку и провалимся в ней, не удостаиваемся привести избавление там, где оно было бы возможно, может быть, но с другой стороны это немного горько, что мы терпим поражение в этом, но с другой стороны Всевышний каждый раз дает нам дополнительные шансы. И это на самом деле довольно утишенье. Примером этого является Садебен. Адам был помещен в Садебен, и ему были даны указания для того, чтобы он мог выиграть забеги. Уже тогда он сразу мог бы привести избавление в первый же день творения. Он не послушался, и поэтому потерпел неудачу. Он потерял свой сад и был изгнан из него. Позже Израиль был помещен в землю Израиля, ему были даны указания, чтобы он мог преуспеть в операции. Он не послушался, не смог доказать, что имеет право на этот чудесный дар, который дается ему в заслугу правильных дел, и в результате Израиль потерял этот дар. Библейская история основана на простом принципе. Вы получаете подарок. Если вы благодарны дающему, ведете себя морально, то как и он, подарок, морально так же, как и он, подарок остается у вас. Если вы не признаете, что получили подарок, поступаете противно морали, подарок отнимайте. Хороший пример реализации этой идеи это поток. Вода символизирует собой меру милосердия, но и милосердие тоже может быть разрушительным, когда оно безграничено. Этот закон может показаться суровым, но это закон Творца мира. Все дается изначально как бесплатный дар, но его следует заслужить за этим числом. Это закон практической морали, пристекающий из совершенной любви. Понятно, почему? На самом деле это довольно неочевидная такая вещь, которая следует требовать небольшого размышления. Я бы хотела услышать, может у вас есть какие-то мысли по поводу того, как это надо понимать. Почему так устроено? И какая связь совершенной любовь, любовью? Наверное, чтобы ты себя ущербным не чувствовал? Объясните, Татьяна, Таня. Ну, заслужить это для того, чтобы ты себя не чувствовал ущербным, что ты все время... это все правильно совершенно, это другой немножко взгляд с другой стороны. Это чтобы... Бог хочет нам просто все дать, просто сразу, чтобы мы получили и так далее, но чтобы мы не чувствовали себя ущербными. что называется хлеб-стеда... верить в нас, наш потенциал, что мы можем... верить в нас. вот, во-первых, это, что он верит в нас. Это очень важное, между прочим, замечание, я считаю, но следует тоже задуматься об этом. То, что нам заранее дают фору, заранее дают благо, а уже только потом задним числом мы должны это оправдать, это как бы очень важно, действительно, это показывает его большую веру у нас. Каждое утро, когда мы встаем, мы говорим Мудим, да, я буду зарю тебя, Бог живой существующий, и там шереза... раба иммунатеха кончается этот отрывок. И на самом деле сто процентов не очевидно, как это надо переводить. Велика моя вера в тебя, иммунатеха, твоя вера, да, велика твоя вера. Как надо переводить? Моя вера в тебя или твоя вера в меня? Это, мне кажется, наручная такая двусмысленность, потому что, с одной стороны, я, велика вера моя в него, а во-вторых, гораздо более впечатляет меня то, что он продолжает в меня верить. Я каждое утро встаю и поражаюсь, что он продолжает в меня верить. Это происходит. И он все время продолжает верить в человечество, он все время продолжает верить в народ Израиля. на самом деле, если бы мы могли себе представить другую ситуацию, что мы ничего, что зарплату получают только по выполнению работы, это логично на самом деле. Это медат один, да? Ты заслужил, ты получил, не заслужил, не получил. Но мы всегда наоборот получаем авансы на все. Это некоторый базовый принцип милосердия такой, основанный на вере его в нас. Мне очень понравилось то, что вы сказали. Может, кто-то еще хочет добавить? Михаила, а если никто не хочет добавить, я хотела бы вернуться там. Да-да-да, конечно. Может быть, мы далеко ускакали уже слишком. Я увлеклась. У меня вопрос по поводу встречи, которая может раньше времени... Да. Что имел в виду поняту под словом встреча? Он имел в виду, что цель творения, о которой мы все время говорим, что на самом деле история, время, все это создало для того, чтобы предвести человек в какой-то цель. Цель – это встреча человечества с Всевышним как партнера. И мы можем это заслужить, если мы выполняем задачу, поставленную нам. Он поставил перед нами задачу. Делать в нашей жизни правильный моральный выбор. Этим правильным моральным выбором мы совершенствуем нашу личность, личную и коллективную народа и человечество, личность, идентичность. Создаем нового человека в процессе истории. Происходит создание нового человека, вот это Бен-Адам или Мессия или Мессия или Бен-Адам или тот человек, который та идентичность, к которой должно прийти человечество в конце. И если они действительно мы сможем построить правильный моральный закон для человека, найти уравнение братства, то этим самым мы завершим творение там, где оно не было завершено в шесть первых дней и станем партнером Всевышнего. Это задача, которая стоит перед нами. Это на самом деле гораздо больше, чем просто хлеб стыда. Ой, я бы тебе сам все отдал, все сам сделал совершенно для тебя, но все-таки мне хочешь, что ты там немножко сделал. Нет, Бог хочет полноценного партнера, человечества, которое усвоит какие-то очень важные принципы в процессе своей истории. Теперь вопрос, а вот этих промежуточных точках, это из Талмуда, потому что там ставится противоречие в одном трактатах, которая основана на двух различных стихах. В одном стихе об избавлении говорится «Баито», своевременно, скажем так, а в другом сказано «Ахишинна», то есть я ускорю. И Гемара спрашивает, как так? Или вовремя, или всему назначен срок, в конце времен, или ты собираешься Всевышний ускорить? И как всегда Гемара находит между этими двумя стихами некоторую логику, которая их увязывает, и говорит, что если человечество заслужит этого, то спасение может прийти раньше, но все равно так или иначе к указанному сроку, к известному ему, только Всевышнему сроку, оно будет, оно придет, не может от этого гонка растягиваться навечно. Хотя, конечно, я слышала разные мнения, ну, скажем так, или нерелигиозных мыслителей, или даже иногда религиозных мыслителей, которые говорят, что это бесконечная гонка такая, что мессия не может никак прийти, мы не можем вылезти из парадигмы стремления к приходу мессии. но на самом деле, как бы, я думаю, что мы не говорим так, Талмуд говорит, что действительно, это не случайно, он говорит, что есть конкретный срок, что есть байту, есть время, оно не будет бесконечно. А, то есть он имеет в виду все человечество, а не отдельного человека, хотя человек тоже... Да, он имеется в виду, безусловно, все человечество. Возможно, есть некоторая личность, которая в тот момент воплощается в человечество, то есть в нем оно отражается в наибольшей полноте. Это похоже на то, как в каких-то поколениях там, как мы говорили до этого, приводится имена конкретных людей, немногих в перечислении родословий, зачем приводится имена? Для того, что сказать, что у каждого поколения есть некоторая личность, которая выражает в себе уровень поколения и по его характер, где оно находится. то есть не обязательно, чтобы мессия была только личность и невозможно, как мы когда-то на другом, по-моему, уроке говорили, невозможно, чтобы человечество пришло, какая-то только часть человечества к этому пришла, а другая стала где-то за бортом. Задача, которая поставлена, монету, она построена перед человечеством, перед Адамом, чтобы Адам, он, как выразитель человечества, говорится, что когда душа Адама разбилась, она распалась на миллионы осколков. И эти осколки это человечество. Каждый несет какую-то искру от этого первого человека, от Адама. То есть не случайно все человечество, все люди называются Адам. И пока это все не соберется вместе, пока оно не склеится в некоторую человеческую мозаику такую большую, в которой, может быть, будет лидер, который будет выражать общий уровень, общий характер этого мозаики. У каждого народа в ней будет свое место, у каждого человека в ней будет свое место. Это не будет однородный какой-то конгломерат, такой, в котором все будут руководствоваться одной единственной правильной идеологией. Наоборот, это будет богатство культур, богатство мнений, богатство взглядов, уважающих друг друга и складывающих вместе в некую одну большую картину. И при этом, возможно, будет, и, скорее всего, будет некоторый мессия, который будет это все нести в себе, в состоянии вобрать в себя эту мозаику, эту множество мнений, взглядов и в их гармонии. Потому что для этого нужно быть большим человеком. Каждый человек, находясь на своем месте, принимая свое место и вкладывая свое в общее достижение, он находится внутри этого человечества, предположительно, будущего, которое пришло к встрече с Творцом. Но всегда есть какая-то вершина этого всего. Тот, кто может вобрать в себя все остальное и он является человеческим воплощением миссии. Так это мне видеть. Нехам, я прошу прощения, тоже вопрос. Вот каждое поколение, каждый человек хочет что-то передать своим детям, следующему поколению. А ведь нельзя передать то, что тебе не принадлежит, то, чего ты не заслужил. Поэтому, может быть, здесь все-таки речь идет в том числе и о каждом отдельном поколении, что оно должно заслужить то, что дано ему авансом. Как вы думаете? То, что мы сейчас видим, мы пытаемся. Я думаю, что есть некоторое продвижение все время. Это не то, что мы полностью разбились в очередной раз. Был потом, действительно, там был какой-то полный неудачи, полное поражение. Ничего не вышло. Почти все человечество уничтожило. Скажем так. Но далее, особенно, начиная с Ивраама, есть постепенное продвижение, есть падение, подъем, падение и подъем. История все время продвигается к этой своей цели. Поэтому у каждого поколения есть какая-то доля в продвижении. Не то, что мы полностью оправдали свое существование. Как человечество мы еще не достигли этой цели, полностью оправдать свое существование. Но внести свою небольшую эффект может каждое поколение, соответственно, каждый человек. В смысле, передать своим детям то, что... Мы передаем им задачу. На самом деле звучит немного... Я уже когда-то говорила, есть такая израильская песня, которая меня всегда раздражала. Он говорит, там говорят, есть такие слова. Я в Сури, мы когда дети ее запускали, говорю, мне это не нравится, выключите. Они говорят, неужели ты слушаешь слова? Я слушаю слова. Там есть такие слова. Деточка, ребенок, он обращается к нему. Ты позаботься о мире, потому что мы с ним уже не справляемся. То есть получается так. Мы, родители, тут набедокурили, мы поломали, мы не справились, так теперь ты этим займи. Выглядело немножко как бы цинично. Мне очень не нравилось. На самом деле что-то от этого тут есть. Мы пытались сделать, что могли. Мы действительно старались, но мы не можем все в нескольком другой тональности. Об этом говорится в словах мудрецов. Здесь в мире очень много работы, мы не можем ее запустить. Ее правда много. Это не посильно для одного поколения. Это посильно из поколения в поколение, когда эстафета передается не случайно Равушкин Ази, вот тут упадал этой эстафете. Мы пробежали свой кусок. Кто-то может быть схалтурил, кто-то может быть удрал в кусты, не передал факел. Все равно есть кто-то во всем этом поколении, кто несет продолжать нести факел и передавать его следующему. Я думаю в этом как раз заключается идея того, что мы какой-то кусок свой пробежали. Сколько могли не пять километров, но один допустим. Уже хорошо. Поехали дальше. Да, прекрасный этот пример про факел. Мне понравился. Прям ваш визуализация хорошая. Да. Продолжим еще немножко в заключение отметим, что Тара описывает историю мира как обители человека. Далее мы обсудим эту историю начиная с поколения Адама до Авраама. Это важно для монетол, как предисловие, потому что на самом деле то, его интересует, это вот этот забег, который в общем-то существенным образом начинается с Авраама, с которой начинается история еврейской идентичности в мире. То есть еврейская идентичность она пришла тоже коренным образом исправить что-то, что очень сильно сломалось в покорении потопа, то есть не потопа, а Вавилонской башни. Это отдельный вопрос, каким образом соотносятся эти две истории, две истории неудачи. Одна совершенно тотальная, а другая исправимая. То есть история Вавилонской башни, она тоже была неправильная, там тоже была, скажем, там была попытка как-то построить некоторую, реализовать эту человеческую идентичность определенным образом, неправильным образом, из-за этого произошла неудача. Абрам приходит как исправление вот этой второй ошибки. И с этого момента мы двигаемся к исправлению. Мы пытаемся разобрать проблемы общей человеческой идентичности, чтобы в соотношении с ней прояснить идентичность Израиля. То есть то, что нас интересует, на самом деле то, о чем много говорилось на этой встрече, на которой мы были вчера. Как это все заодно что-то? У каждого философов есть некоторый собственный угол зрения на это дело. Идентичность человечества, идентичность Израиля, как соотносится человечество с Израилем, кто такой Израиль, какова его роль в мире, для чего он был сотворен, куда движется человечество на нашем отрезке истории, который по многим признакам уже близок к концу истории. Не надо очень как бы эту близость преувеличивать. Нам всегда действительно теперь-то очень кажется, что же мы наконец к нему близки. Хотя многим поколениям до нас казалось, что мы уже к концу близки, а потом оказывалось, что это не так. Мы надеемся, но 100% гарантии нам никто не дал. Мы должны успеть, мы должны исправить. Какова цель истории, каково его назначение. История это точка зрения человека на время, это интересно, история это точка зрения человека на время. То есть мы своим взором видим историю, и она нам представляется. Это время представляет нам историей, да? А тара это точка зрения Творца на время. То есть у времени есть две ипостати, как оно представляется нам, нам представляется историей, а Творцу это представляется Тарой, То есть это гораздо более глубокое понятие, чем просто история. Это некая общая схема, общая картина, которую творец нам объясняет, с помощью которой творец нам объясняет историю, скажем так. Поэтому истинное изучение Тарой – это такое, которое способно опознать в исторических процессах человеческого общества деяния Творца в его мире. Изучение истории, описанной Тарой, должно прояснить читателю, что историческая реальность действительно динамична и жива, и через нее раскрывается Божество. Мы уже об этом вначале там говорили, что это вот место работы человека и место, на котором есть контакт человека и Бога. Божественное откровение осуществляется через историю во времени. Поэтому нужно смотреть на изменяющуюся реальность истории, ставя перед собой цель увидеть деяние божественности. Разделение между божественностью и историей превращает Тару в религию. Если мы это все разделим, если мы не поймем, что именно история, такое вот понимание времени, божественное понимание времени – это суть Тары, то Тара превращается в религию, потому что религия основана на законах, а не на откровениях. Это огромная разница. Или я воспринимаю Тару как некоторый закон, я должен делать один, два, три, четыре, все будет сразу. Или я воспринимаю Тару как откровение, которое дает мне понимание истории и дает мне понимание моей задачи в истории. Не один, два, три, четыре, а моего морального долга в этой общей картине. Мы пытаемся заново открыть нашу еврейскую идентичность. Эта идентичность берет начало от Адама. Вот это еврейская идентичность, еврей, то, что называется еврейством, Авраам еврей. Его сыновей, их сыновей вплоть до Авраама, Ицхака и Акова, братцев еврейского народа. Это первый общечеловеческий этап истории. Второй этап, это сама еврейская идентичность, когда вот эта идентичность, она сохраняется в еврейском народе. От Амраама до разрушения второго храма. Третий этап, это иудейская, еврейская идентичность в изгнании. И это другая идентичность. Интересно, я не помню, об этом я не говорила, по-моему, в другом месте совершенно. Маниту описывает, что такое вот эта вот иудейская, космопологическая идентичность. И как она отличается от еврейской универсальной идентичности. Вот эта еврейская универсальная идентичность, то, к чему мы стремимся, то, что мы пытаемся понять, восстановить, прийти к этому, она включает в себя возможность идентификации с различными культурами, с различными народами. Собрать все это вместе. Об этом я немножко говорила. Что назначением еврейского народа дать возможность другим народам реализовать свое назначение, свою культуру в связи со Всевышним. Не навязать им свою идеологию, но это вот способность еврейского народа, поскольку она, вот эта еврейская идентичность, она в себе содержит универсальность, способность идентификации, проявления характеров других культур, других народов и так далее. Когда еврей попадает в диаспору, когда его идентично меняется на идентичность иудий, то есть галутного еврейства, это его свойство превращает его в человека, который, и это не только в России заметно, это заметно во всех других странах. Еврей в России может быть гораздо больше русский, чем сам русский. Во Франции он может быть гораздо больше французом, чем сам француз. В Германии он становился гораздо больше немцем в свое время, чем сам немец. Вот это его способность, его отзывшиваться, его способность понимать другие культуры, которые проистекают из его общности какой-то, еврейской идентичности, способности соотношения, интеграции с другими культурами, оно в принципе предназначено для того, чтобы собрать всех народов в некую общую картину, в которой у каждого народа будет свое место. Но для этого еврейская идентичность, она должна быть устроена таким образом, что в ней есть универсальная способность соотноситься с другими культурами. Но когда он оказывается в диаспоре, она очень съеживается, сокращается, превращается в... В ней проявляется только одна какая-то культура. Допустим, там, где я нахожусь, там, в Америке, а я американец, в Англии я англичанин. И он впитывает вот эту чужую культуру, евреи, находящиеся в этой стране, гораздо больше, чем некоторые коренные жители, воспринимают ее, переживают ее. То, что происходит сегодня, когда евреи возвращаются в землю Израиля, вот интересно, кто-то это рассказывал, я не помню, какой-то мыслитель в свое время сказал, это совершенно нереально построить страну из людей, приехавших из таких разных культур. Что общего между германским евреем, который приехал в Израиль, и каким-нибудь йеменцем? Абсолютно это разные миры, разные культуры. И вы привезли евреев со своего мира, как они смогут вообще вместе ужиться, как они смогут вместе что-то построить? И парадоксальным образом мы таки и уживаемся, и вместе строим. И весь этот процесс идет к тому, чтобы в еврейском народе проявились вот эти все разные силы универсальные, способность соотнестись с различными народами, понятия, дать им возможность проявить себя в универсальном вот этой картине мира, картины человечества. Это так, небольшое отступление. Израильской еврейской генетичности, иудеи, вернувшиеся из знаний. Так, нет, это я немножко проскочила, да? Третий этап – это иудейско-еврейская генетичность в изгнании. В настоящее время мы находимся в четвертом этапе. И это этап израильской еврейской генетичности. Иудеи, вернувшиеся из изгнаний, на него возложено сбросить с себя шелуху диаспоры. То есть он не должен продолжать оставаться вот как народ, связанный с диаспорой, связанный, привязанный обязательно к какой-то другой культуре. И открыть еврейское ядро, скрытое глубоко в его внутренней сущности. То есть это универсальное такое ядро, которое, в принципе, позволяет собрать все народы другие под власть Творца, дать каждому место, проявить сущность, помочь народам проявить свою сущность, свой характер, свое место в картине человечества. И это причина напряженности, которую мы испытываем в настоящее время между еврейской и еврейской идентичностью и общей человеческой еврейской идентичности, то есть универсальной, которая осталась в изгнании. Не поняла, может, тут неправильно переведено, неважно. То есть между этими двумя идентичностями, понятно, есть напряжение. Но не обязательно как плавильный котел, но как некое развитие внутреннее государства Израиля, мы постепенно переходим от этой идентичности, прежней нашей, как русского, француза, англичанина. То есть в России ты был евреем, а тут ты становишься русским. Или французы, или американцы в Израиле. Но постепенно это все сливается в некоторые более высокие, более глубокие уровни идентичности, идентичности народа. Она продвигается к той, к которой мы должны прийти в конечном итоге. И поскольку в каждой реалии содержатся пять ступеней, это, видимо, намек на общую схему квалифтическую, начиная с Адамом Кадмон и кончая миром Атеян, нашим миром, то пятой ступенью преобразования творения является мессианский этап. То есть он как бы эти четыре этапа, которые мы здесь перечислял, он идентифицирует различными мирами. Я так думаю. Но как точно эта идентификация происходит, как бы я затрудняюсь сказать. Но вот этот мир ИСИЯ, наш последний мир, пятым, или наоборот, он это отождествляется от Ман Кадмон, я не знаю, на котором весь мир по его многообразию объединится и выполнит божественный план, и придет к цели, ради которой он был сотворен. Этот этап в традиции называется мессианскими временами. Воскресенье мертвых и грядущей мертвы. Тут он как бы объединяет различные понятия. Я не знаю, почему. Хотя в иудаизме есть различия между грядущим миром и мессианскими временами, но, видимо, он объединяется в некие конечные точки все в мире. Книга Берешит предоставляет нам две противоречивые истории. Историю формирования человеческой идентичности, историю формирования еврейской идентичности. Первый начинается с Адама и продолжается через династию Каина, к формирующимся народам. При том, что изначально было два брата, и Каин убил Эвеля. Фактически весь первый отдел Берешита, Тадам и Даналах, это история неудач. Существует параллель между неудачей, которая происходит на этапе создания миров, придания формы природе, то есть у нас не получилось, и неудачей, постигшей человечество в морально-духовной области. И тут в некоторое мгновение истории, из общего ее потока, из глубин трагической истории всего человечества, возникает второй рассказ. Рассказ об особой династии, которая продвигается к реализации и осуществлению божественной миссии, к тому, чтобы выдержать нравственный экзамен, который творец возложил у человека. Второй рассказ, второй, это история формирования еврейской идентичности в мире. И она не только не потерпела на удачу, но развивается и продолжает расти из поколения к поколению, до конца времен опираясь на собственные силы. Там в конце забега творец стоит и ждет, когда человечество и его лучшие сыновья придут с радостью и желанием встретиться с ним. И таким образом, наконец-то, осуществится тысячелетняя надежда истории. И тогда в точке, за пределами места, времени и человека творец и творение соединятся в настоящем браке, бесконечной дубой во веки веков. И дальше у нас какая-то новая глава, да? Я уже не помню. Или это вообще конец фазы здесь, да? Да? Ну тогда, значит, на этом мы остановимся. И как бы время наше подошло к концу, но я еще бы с удовольствием послушала. Или вопросы, или замечания. Да, Нахам, у меня есть вопрос. Мы здесь читаем, что происходит 6 тысяч лет нашей человеческой истории, когда Бог нам раскрывается в истории, да? И мы пытаемся понять, что Он нам хочет сказать, осмысляя как-то исторические события. И в этом мы ведем с Ним диалог. Но при этом был период в начале этой истории пророчества, да? Когда были пророки, которые могли конкретно объяснить людям, да, что имеет в виду Бог. И вот как понять, что этот период закончился? Что мы потеряли? Может быть, мы что-то обрели? То есть мы все равно же продолжаем как-то вести диалог и пытаться понять, пытаться осмыслить. Что это? Как вы думаете? У меня по поводу манитур мне трудно сказать. Я этот вопрос не помню, чтобы конкретно он где-то говорил об этом. Я могу поискать. Но просто так от себя это можно предположить, что мы потеряли, что мы приобрели. Мне кажется, тут есть некоторое продолжение сокрытия. Это как бы понятно. В принципе, все, на самом деле, все пророки в основном, как сказано в Талмуде, если бы евреи не грешили, им бы была дана только Тара и книга Иешу. Книга Иешу, потому что она говорит разделение о том, как была завоевана земля Израиля, как разделение колен и прочее. А все остальные пророки, они задничества. То есть ситуация такова, что когда Всевышний видит, что человечество не справляется, что его программа грозит, грозит неудачей какая-то, он позывает пророков. Он посылает пророков, чтобы наставить народ на истинный путь. Но пророки, так мы видим, тоже они не особенно справлялись с этой задачей. Следующий этап развития истории это диаспора, это серьезное наказание, но при этом это возможность человечеству выйти на некоторый более высокий уровень. Это может быть параллельно тому, как народ Израиля ходил в пустыню, он все время ходил под божественным управлением. Все, что там, все было абсолютно. Ты согрешил, ты получил наказание. Их воспитывали, как маленьких детей, кормили манной, как из бутылочки младенцев. Пока народ был еще в пеленках, ему требовалось заботливые родители, которые все время за ним следят. Поэтому они опасались зайти в землю Израиля, как мы говорили здесь. Это параллель, может быть, с ребенком или параллель с браком, как Рабушкин здесь приводил. Они боялись ответственности, когда в землю Израиля придет, действительно, самому отвечать за свои поступки. И это трудно. И параллельно этому история человечества, что до какого-то момента происходит и дальше. Вмешательство Всевышнего, желание его направить, помочь народу не выиграть какой-то этап, допустим, на каком-то этапе. Хотя, конечно, перед его глазами все известно заранее, тем не менее, он каждый раз дает нам фору какую-то, дает нам пророков. Но на каком-то этапе он, видимо, решил, что мы уже выросли, что дальше мы должны справляться сами. И это, с одной стороны, намного сложнее, с другой стороны, более ответственно и более по-взрослому с точки зрения человечества. и поэтому есть разные точки зрения по поводу того, насколько был соотношением между первым и вторым храмом. Известно, что были единицы, которые вернулись из Иеронского плена и видели чудеса, которые происходили в первом храме и в старости. Когда был построен второй храм, еще в самом начале он не был такой потрясающе красивый, как храм Ирода, построенный позже. Но они увидели вот второй храм, в котором не было вот этих чудес, проявления чудес, которые были в первом храме, и они плакали, когда не могли радоваться построению второго храма, потому что чудес уже не было. С другой стороны, то есть второй храм, как бы, он ниже уровня, чем первый, потому что в нем не было чудес. А с другой стороны, есть говорят, что второй храм выше уровня, чем первый, потому что в нем не было чудес. Когда человечество справляется сама и может сама обойтись без чудес, это более высокий уровень, это разные точки зрения, немножко, но это не по монету, это то, что я, так как я это вижу. Если есть некоторые радикальные мыслители, такой Михаил Авраам, который считал, что вообще природа изменилась, вот на этой точке, Аспер, он мыслитель такой, который считал, философ, который назвал это осевое время, то есть время, когда прекратились чудеса во всем мире, стали появляться, преобладать философские учения над религиозно-эстерическими, я с ним не согласна, но просто как показать некоторую крайнюю точку в этом взгляде на мир, Михаил Авраам говорит, а вообще, раньше законы природы были еще очень гибкие до этой точки, там чудеса, все дела, поэтому в те времена не могли создать науку, потому что не было твердого, твердой какой-то последовательности в событиях, сегодня там законы Ньютона были немножко более гибкие, так он считает, когда мир становился еще более определенно, исчезли всякие чудеса, то тогда смогли создать науку. То есть Рам Михаил, он очень физик, он очень рассуждает, так очень логично, он говорит, не может быть у одной вещи две причины, либо каждый травинга растет, потому что над ней стоит ангел и говорит ей расти-расти, либо она растет, потому что такова по законам природы, не может быть двойной причины. С другой стороны, есть люди, которые вполне принимают принцип двойной причинности, что с одной стороны ангел, я говорю, а с другой стороны мы видим эту картину, что она происходит по законам природы. Тем не менее, вот этот ангел так или иначе стал гораздо менее заметен в мире, и мы должны справиться с самым лучшим. Как вы думаете? То есть, получается, нам приходится каждому самому осмыслять для себя историю, вести свой диалог. То есть это какое-то разбиение, опять же, получается, что нет пророка, который говорит конкретно, зато у тебя есть возможность там осмыслить для себя. И это правильно, это более высокий уровень, понимаешь? Пока ты сам делаешь все время ошибки и не способен выйти на какой-то более высокий уровень, тебе нужен пророк, который тебе будет все время говорить. Хотя на самом деле они ничего нового, ведь пророки не говорят. Они говорят то, что написано в Таре. Они приходят и укоряют народы людей за то, что они поступают неправильно, но поступают они неправильно, так сказать, в очевидных вещах. Они совершают какие-то мерзкие поступки, которым всем понятно, что так нельзя так себя вести. Но это продолжается, несмотря ни на что, угнетает бедного, немилосердный, занимается развратом, служит другим богам. И все это как бы в одной и той же, как это сказать, хамилаха. Все это вместе. То есть то, что человек соблазняется служить другим богам, оно замешано вместе с его стремлением к разврату, с его стремлением не брать на себя ответственность, с его стремлением обмануть Всевышнего и так далее. Когда у человека есть, скажем, книги Ермияу, вся его борьба пророка Ермияу за честность, за то, чтобы люди не обманывали самих себя прежде всего и не обманывали других. А мир в это время настолько он неровный, настолько он неоднородный, настолько он погряз во лжи, что с ним очень трудно бороться. И Ермия, он много раз говорит, рассказать и все будет фраза. А потом оказывается, что уже все, просто понятно, что ничего хорошего не будет, и грозит изгнание. Когда это не работает. Он говорит вещи очень понятные, но его не слышат. Все-таки человечество сейчас немножко на другом уровне находится. Некоторые понимают, что немножко больше. Поэтому Всевышний возлагает на нас надеждам, что мы справимся сами. Я думаю, что когда говорят о возобновлении пророчества, говорится немножко о других вещах. Не о том, чтобы снова придут природы нас угорять и говорить нам, что хорошо, что плохо. Это мы должны добиться сами. А возобновление пророчества – это, возможно, другой уровень отношения с Богом, с его человечеством. Но это, в общем, я очень заграничена ответственностью заявляю. Ну, остановимся здесь, да? Спасибо всем, кто был. И если у кого-то есть еще один вопрос или два вопроса или три, я готова оставаться с вами. То есть, может быть, под возобновлением пророчества имеется в виду просто раскрытие Всевышнего для человечества, когда каждый будет говорить с ним, как... Как с Богом, так написано. Да. То, мне кажется, в Синайском откровении евреи сказали там, мужчине, мы не можем этого услышать. Мы не можем слышать голос Бога, ты говори с ним и будешь там передавать. Это, на самом деле, основа всего пророчества Израиля. Я могу это доказать там из стихов, да. Без этого не было бы пророков. Каждый был бы пророком. Они просто не хотели слушать, они были не в состоянии это слушать. Контакт с истиной, абсолютной, он для большинства человечества просто невыносимый. Для этого, для того, чтобы осознавать истину абсолютную, ты должен быть предельно честным самим собой. И только тогда ты, может быть, пророком можешь слышать голос Бога. Потому что большинство людей, они устроены по-другому, они в свое время себя обманывают. То здесь, то там. Нам трудно найти вот этот правильный путь истинной, честности внутренней. Когда все человечество к нему придет, и они все будут стоять на правильном пути, будут честны с собой, это первый путь к тому, чтобы быть честным и прямым, и найти правильное отношение с другим человеком. Это то, к чему мы, собственно, стремимся. В такой ситуации я действительно думаю, что человечество как в лице отдельных людей, так и в лице так целиком оно будет в состоянии слышать голос Бога и говорить. Так мне кажется. Окей. Господа и дамы. Давайте. Хорошо, мы на этом заканчиваем. Да. Всем привет. Для ивридоязычных и просто интересующихся атмосферой. В 20-30 должен быть совершенно феноменальный урок Рава Шерке, посвященный Днём Независимости. Линки, линк и прочее, пожалуйста, в Телеграме спрашивайте, я вам дам. Хорошо? Придется бегать по ночам. Что-что? Ну, я хотела побегать. Придется ночью бегать. Подожди, при полдевятого? Окей. С этой дамы. Начинается, он больше часа не будет. Я понимаю, но для меня это же поздняя дочь. Окей. Собава ле гамре. Тов? Всем хорошего дня. Спасибо.